В стенах Казанского университета, вы видите, мы немножко меняемся. Девятый по счету симпозиум становится частью другого масштабного мероприятия, первого Казанского международного юридического форума. И мы хотим все-таки сохранить некую свою самобытность. Поэтому у нас единственная из сессий имеет собственную программу. Мы ее специально сделали, как обычно, в издательстве «Статут». Она была отпечатана, как мы это обычно делаем. И поэтому есть предложение, надеюсь, вы поддержите. Все-таки нумерацию мы сохраняем, девятый по счету форум, и, надеюсь, будет и десятый, и дальше симпозиум. Вот. И я очень признателен всем тем, кто приехал из других городов, а также казанских участников из других организаций за то, что вы нашли время, возможность посетить город Казань в это достаточно непростое время, и погодные условия тоже не способствовали, на самом деле, путешествиям. Вот. И мы с вами сегодня сможем проработать по регламенту буквально пару часов. Потом у нас предусмотрена вечерняя программа, неофициальное общение, ужин. И впервые вообще симпозиум мы всегда делали одним днем, хотя собирались также на несколько дней, как правило. Вот. Впервые мы делаем еще второй день. Второй день, вот по программе вы видите, он у нас запланирован. Не в Казани, в самом молодом городе страны, город называется Иннополис. Там будет продолжение симпозиума и банкеты, в том числе. Вот. По программе небольшие изменения будут присутствовать, потому что некоторые коллеги, к сожалению, не смогли приехать в последний момент. И это и Андрей Владимирович Габов, и Неля Равилевна Сафаева, ряд других наших коллег. Поэтому, в общем-то, перестановки будут. И если у других выступающих есть какие-то также пожелания, вы, пожалуйста, обращайтесь, пишите, звоните, подходите. Мы можем всегда программу на самом деле скорректировать. Вот. И в этом году у нас, ну, как таковых приветствий нет. Потому что они прозвучали уже в рамках пленарного заседания. Вот. Единственное, там Владимир Николаевич Коваль, наш коллега, профессор, завкафедры, даже декан юридического факультета Севастопольского университета, он хотел подключиться онлайн, но потом у него тоже техническая возможность такой не появилась. То есть он хотел поприветствовать просто из Севастополя. Вот. А так, в общем-то, у нас элемент приветствия практически отсутствует. Единственное, хотелось бы вот одну торжественную миссию выполнить. Мы вот все очень рады за Вадима Владимировича Яркова, который стал лауреатом премии и медали мэра. Это большая честь для нас, чтобы Вадим Владимирович согласился. Для меня-то какая честь. Спасибо. Ну, все правильно. В рамках единой научной специальности, частной правовой науки, мы вновь соединились. И поэтому здесь по праву. И на самом деле, когда по мэру мы делали трехтомник, также в раздаточном материале есть, Павел Владимирович делал до этого двухтомник, потом мы сделали отдельную книгу. Мы ее также дарили на симпозиуме. Это неизвестные труды мэра, но, по сути, это его магистровская диссертация, опыт казны. И сейчас, по сути, вот эти отдельные книги соединились в трехтомнике с Павелом Владимировичем. Вот мы его подарили. Я просто, когда готовил этот трехтомник, поймал себя на мысли, а кто у нас вообще гражданский процесс читал в эти времена. В общем-то, подняли архивы, посмотрели. Ну, такого предмета, как гражданский процесс, не было. Там судопроизводство было. Читал мэр. Читал мэр, то есть он, в принципе, много чего читал, и трудовое право читал, и финансовое право. И в том числе за судопроизводство мэр нес полную ответственность. Поэтому он не только великий цивилист, основоположник гражданского права, но еще и, не побоюсь этого слова, и замечательный процессуалист. Ну и у нас еще одна есть приятная миссия. Вот Оксана Владимировна из Саенкова. Она вручит медаль. Как правильно называется Оксана Владимировна? 150 лет судебной реформы России. Ирина Викторовна Воронцова, наша коллега, профессор. АПЛОДИСМЕНТЫ Заслужено. На самом деле, я просто знаю немножко об этой медали. Эта медаль вручается судьям. Я не помню, какое количество она была изготовлена. И от общественности там вообще единица, Ирина Викторовна. Это прям вообще. Верховный суд. Юбилей, правда, был пару лет назад. Медаль нашла своего героя. Сейчас уже не 150 лет, на самом деле, а больше. Ну что же, мы тогда двигаемся дальше по программе. У нас вот в самом начале есть блок такой вот презентационный. У нас две презентации. И первая презентация, это мы бы хотели немножко рассказать и отметить. На самом деле, я не побоюсь этого слова, эпохальное событие состоялось в прошлом году. Но ввиду скромности автора, ввиду того, что была пандемия и были некоторые там ограничения. Ну, по сути, это, наверное, первая презентация, может быть, да. Не в Екатеринбурге, а за пределами города Екатеринбурга. Это вот пятитомное издание Бронислава Мячеславовича Гангала «Гражданское право», избранное произведение в пяти томах. Вот этот замечательный труд Бронислав Мячеславович подарил практически всем коллегам индивидуально. Он делал рассылку большую. И я это понял по той причине, мы хотели вообще купить, в большом количестве всем подарить. И когда я с Кириллом Ивановичем переговоры вел, он говорит, все, купил и все забрал Бронислав Мячеславович. Да. Я считаю, что Кириллом Ивановича это надо просто еще печатать, еще, 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 потому что такое издание, оно должно быть на полках всех книжных магазинов страны. И люди, я думаю, с большим удовольствием сами приобретут это издание. Поэтому у нас вот есть здесь три комплекта, и с позволения Бронислава Мячеславовича мы хотели бы, во-первых, библиотеку, чтобы вы подписали, передали один комплект, библиотеку Казанского федерального университета. Один комплект, если вы бы подарили ректору нашему, он юрист, вот сегодня отметил, у нас руководитель парламента, что впервые, ну нет, на самом деле не впервые были юристы ректорами, но очень давно, очень давно. И вот сейчас у нас ректор-юрист Ленар Ренадж Сафин, вот этот комплект был бы, ему тоже очень ценен. И третий комплект, у нас вот есть студенты выдающиеся, опять-таки не побоюсь этого слова, были конкурсы объявлены под это дело. И вот у нас Нуресанова Алина, третий курс. Вот если бы мы ее отметили отдельно, да, нашу студентку и подарили бы ей комплект. Алина здесь у нас? Вы здесь, да? Можем переиграть, кроме Алины, да, Алина, ваш комплект, я свой отдам, если что. Вот так, да, потом подпишем библиотеку, ректору и вот Алине тогда индивидуально также. Вот, а в рамках этой презентации, на самом деле, вот я бы хотел предоставить слово, прежде всего, коллеге, другу, Брониславу Мячеславовичу, Вадилу Андреевичу Яркову. Если, Вадиле Андреевич, вы поможете в этом, расскажете немного об авторе. Ну, Бронислава Мячеславовича все знают, поэтому здесь мне сложно что-то добавить. Но хочу сказать, что нас с Брониславом очень много связывает. Мы вместе когда-то в разные годы закончили Челябинский юридический техникум. Есть такая кузница, была такая замечательная кузница юридических кадров, да, шикарный был техникум, потому что тогда учебников для техникумов не писали, и мы учились по вузовским учебникам. Поэтому, ну, потом путь Бронислава Мячеславовича был в Советской армии, я, значит, по распределению работал. Но мы окончили затем в один год один и тот же наш институт, Свердловский юридический институт в 81 году, и сразу поступили в аспирантуру. Бронислав поступил по кафедре гражданского права, я процесса. Мы были соседи через стенку, у нас даже был один телефон, как сейчас помню, да, 39-12, да, заканчивался. Вот, и в один год мы защитились также, это был июнь, да, и наука пошла, июнь 84-го года. Вот, ну, а так Бронислав Мячеславович прекрасный, замечательный человек, он умеет дружить, достаточно и под его внешней такой формой, такой достаточно легкой, скрывается, на самом деле, очень глубокий и мудрый человек. Бронислав Мячеславович очень глубоко достаточно видит, мыслит, рассуждает. Ну, и он автор множества афористичных выражений, которые вошли уже в язык, тут цитировать не надо. Вот, ну, и, конечно, вот, Бронислав, ты оказался гораздо более плодовит, вот у тебя уже есть пятитомное сочинение, так что мне надо равняться на тебя, и вот... Поэтому я искренне рад, ну, и я выражаю надежду, что, как пела Эдита Пьеха, нам рано жить воспоминаниями, то есть это пятитомник, это просто как некий этап по пути твоего дальнейшего творческого роста, созревания, в общем, все еще впереди. Спасибо, Владимир Владимирович, ваши слова особо не на цены, потому что мы знаем, как вы дружите с Брониславом Мячеславовичем. У Бронислава Мячеславовича есть много друзей, но, мне кажется, особое место в его жизни занимает город Пермь, помимо Челябинска, город Пермь, и вот Валерий Геннадьевич Голубцов замечательное мероприятие проводит осенью также, и мы равняемся, в том числе, делая форум на Пермский конгресс ученых-юристов. Также мы попросили бы в рамках презентации выступить вас, Валерий Геннадьевич Голубцов. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые друзья. Три часа, у нас пять. Я прошу меня понять, мог ли я когда-нибудь, будучи студентом юридического факультета, потом человеком, который в Перми что-то там проводит, приглашает туда Бронислава Мячеславовича, помыслить о том, что на презентации собрания сочинений мне будет предоставлено слово. Коль скоро такой жизненный этап и такая площадка, когда не искренне говорить нельзя, я расскажу все, как было. Все не о Брониславе Мячеславовиче и о моих очень дозированных с ним отношениях, о том, как мы к этому пришли. Во-первых, совершенно верно было замечено, когда каждый из нас получил прежде звонок, где был уточнен адрес, по которому должна прийти корреспонденция. Всяк этот адрес дал. Тогда, когда я увидел эти пять томов, мне их домой принесли, я про себя подумал, что вот ровно так и нужно поступать. Наверное. Это раз. Второй момент. Когда мы с Дамиром об этом созвонились, потому что он это, к счастью, получил, я это, к счастью, получил, стало очевидно, что нужна презентация. Но я повторюсь, я помыслить не мог о том, что мне будет предоставлена возможность на этой презентации что-то сказать. Она мне предоставлена, поэтому я скажу и постараюсь сделать это кратко. Когда мы учились праву в Перми, тот, кто учился в Москве, он, может быть, сразу понимал, что за какой-то фамилией стоит какой-то человек, личность, эмоции и так далее. Мы в Перми этого не знали. И тогда, когда волей и судеб стало так получаться, что эти люди стали у нас появляться, а дети наши, студенты, стали их видеть, я считаю, вот тогда они стали по-другому воспринимать ЮФАК, и по-другому учиться, и по-другому смотреть на Перми. Как город, который в хорошем смысле провинциальный, но тем не менее они видели тех людей, которые эти учебники пишут, и тогда возникала вот эта вот эмоция. Я о чем хочу сказать? Я хочу сказать, что я со всей ответственностью отнесся вот к тем нескольким словам, которые мне Дамир Хамидж позволил сказать. Я все доступные собрания сочинений изучил, посмотрел и понял, о чем я хочу сказать. И Ленина тоже, кстати, заметьте. Я его еще помню, мне не 18 лет, хотя и так выглядит. Тогда, когда люди говорят что-то очень важное, они либо шутят, либо еще какие-то дурные вещи делают. Я хочу что-то очень важное сказать, и я это скажу. Это уникальное собрание сочинений. Почему? Потому что те, кто знаком с Броницлавом Вячеславовичем, прекрасно понимают, и мне не сказать лучше, чем Вадим Вадимович сказал, что вот это такой человек и такая эмоция, что та глубина исследований и того, о чем он пишет, он никогда не нудит. Тогда, когда мы его ставим на конгрессе выступать, мы понимаем, что в этот момент все проснутся, даже если они заснули. Вот это такой человек. Это уникальнейшая глубина исследований и нрав такой, что это надо видеть и быть знакомым. Вот это, наверное, единственное собрание сочинений из того, которое я пересмотрел, где не видя человека, а может быть кто-то не видел и не знаком с Броницлавом Вячеславовичем. Такие есть, наверное, люди, хотя их немного, но тем не менее. Взяв то, что именуется собранием сочинений и настроившись либо на очень нудное чтение, либо на очень наукообразное, здесь ты таких эмоций не испытываешь. Вот это единственная вещь, я повторюсь, я изучил все, что мне было доступно. Когда люди пишут собрание сочинений, это, извиняюсь за выражение, весьма и весьма сложное чтение, а это легкое. Броницлав Вячеславович проживал вместе с нами ту эпоху, которую проживал. И в этих трудах, не зная и не имея счастья быть знакомым с ним лично, можно составить себе впечатление о том, каким образом эта эпоха развивалась. Даже если на название посмотреть. Идеи частного права. Как получить квартиру. Вот это как можно совместить подобного рода названия в собрании сочинений. Можно. Посему я очень всем рекомендую не просто получить в дар эти пять томов, не просто их купить, если вы это не получили в дар. Я очень рекомендую всем это прочесть. И поверьте мне на слово, что всякого рода читатель и очень вдумчивый, который, зацепившись за это название, прочтет эту статью и очень поверхностный, у которого пока может ума не хватает все эти статьи прочесть. Или времени, или еще чего-то. Всяк читатель в этих пяти томах, в этих предисловиях, я честно скажу, когда я позвонил и поблагодарил Пронислава Мячеславовича, он говорит, Валерий, ты не... Кому Валерий? Валерий говорит, ты все-то не читай, предисловие прочитай. Всякий нормальный человек и юрист, он начав читать, испоткнувшись об это название, он станет читать то, что есть в первом томе, во втором. И так далее. Уважаемые коллеги, я еще посмотрел множество презентаций. Вот с этого момента надо все, до этого момента все вырезать, а с этого момента как бы вот врезать и сказать, я очень рекомендую каждому, кто присутствует здесь, кто здесь не присутствует, прочесть это собрание сочинений, потому как это очень увлекательное чтение, это уникальный человек и уникальное же собрание сочинений. Принцлав Мячеславович, огромное вам спасибо и низкий поклон за то, что вы дали себе труд эту работу проделать. Мне было очень интересно и еще будет интересно. Спасибо. Спасибо, Валерий Геннадьевич, за такое прям воодушевляющее выступление. И хотелось бы Кириллу Ивановичу послушать, как все-таки делалось данное издание с точки зрения издательского процесса. Я помню, когда мы по Шершеневичу издавали сборник трудов, Михаил Юрьевич еще был жив, конференцию, помните, мы проводили, и мы Кириллу Ивановичу прислали там пару тысяч страниц. Книга получилась, он говорит, он ее издал, конечно, вытерпел, бюджет трещал по швам, он ее издал, говорит, но больше так не делай никогда. Но здесь другая ситуация. Расскажи, пожалуйста, как. Добрый день, уважаемые коллеги. Я пару слов буквально скажу. Во все времена книга была источником знаний. В общем-то, это правда. А в тяжелые времена она помогает, наверное, помогает принимать правильные решения. Поэтому издательство Статут продолжает работать. Я думаю, что мы все справимся со всеми сложностями. Прежде всего, благодаря нашим авторам, которые, собственно, главная часть, главная составляющая часть издательства. Ну, я думаю, что любого издательства, но такого маленького и частного, как Статут, это абсолютно точно. И вот один из главных наших авторов, вот сейчас передо мной напротив сидят Владимир Владимирович Борислав Мичулавович. Поэтому, конечно, благодаря этим людям Статут существует и надеюсь, что дальше будет существовать. Я хотел сказать спасибо и хотел сказать, что мы очень ждем новых, молодых ребят интересной работы. Конечно, мы будем их сдавать, если они будут рекомендованы. В общем, тут есть целая процедура, которая будет исполняться. По поводу аппетитомника Борислава Мичулавовича, конечно, для нас была очень большая честь его сделать. мы его делали не так быстро, как вообще мы ничего быстро не делаем, но сделали, я считаю, Делали хорошо, и я думаю, что, так как у нас закончился уже этот тираж, буквально последние три экземпляра, если честно, я привез, потому что больше уже не осталось. Поэтому, может быть, мы с вами подумаем о том, чтобы его переиздать, потому что сейчас я так... Какая тенденция? Сейчас очень хорошо... В общем, мы возвращаемся к классике. Мы сейчас передаем всю классику цивилистики. И я считаю, что вот это тоже классика, но она как бы в таком виде, это тоже классика. И я думаю, что она имеет право на дальнейшую жизнь, как и десятитомник Алексеева, и дальнейшую... Я думаю, что мы это будем просто с вами продолжать. Я вот об этом хотел сказать. Борислава Мичулавовича, спасибо большое, что нам доверили право издать этот труд. Спасибо. Борислав Мичулавович. Я как честный человек... Я как честный человек должен тоже сказать несколько слов. И я надеюсь на снисхождение присутствующих всех коллег, потому что понятное дело, что Владимир Владимирович преувеличивал. Сам написал немеренное количество учебников, комментариев, монографий. И говорит, что вот... Валерий Геннадьевич говорил тоже про учебники, сам ведь тоже учебники пишет, подарился недавно учебникам. Так что я не виноват об этом. Я... Некоторое преувеличение, я понимаю, но так принято вроде. Вроде так принято. На самом деле, я абсолютно серьезно говорил, я как раз не считаю, что это такое событие, но я серьезно говорил Владимир Геннадьевичу, что ты почитай введение. Мне правда не нравится введение. Там есть какая-то легкость, живость. Ну, например, когда про жилищное право я писал, я не знаю, чего брызло в голову, я называл это жилищное право уходящая любовь моя. Я объясняю, почему она уходящая. И какое оно было, какое оно есть. Или, допустим, я рассуждал о том, вспоминал о том, как писали жилищный кодекс и какие стихи по ходу написания жилищного кодекса, какие стихи изрекал Игорь Манылов. Там про... Это правда было. Мы спорили, там предлагает один из членов рабочей группы, предлагал написать, что договор найма прекращается со смертью нанимателя, проживавшего одиноко. Я к стихам очень уважительно отношусь. Мне показалось, что это действительно так поэтично. Договор найма прекращается со смертью нанимателя, проживавшего одиноко. Как вы понимаете, это говорила девушка. Естественно, мужик так не сформулирует. И пока я стал спорить, Игорь Манылов говорит, а мне нравится предложение Ленина Станиславовна. Я вот, слушайте, я вот думаю, Игорь говорит, давайте напишем в кодексе. Договор прекращается жилищного найма, если дом твой уничтожен, если дом твой разрушен или уничтожен жестоко, и судьба договора не является тайной, если умер наниматель, проживавший одиноко. Мы так и написали в жилищный кодекс, только менее складно, но написали именно это. И я в заключении хочу сказать, там есть, на мой взгляд, любопытные вещи, вот допустим, про Кемея Алексеевича, Красавчика, про Владимира Александровича, Плетнева, мне это нравится. И еще для меня очень важно, я еще раз говорю, я приношу извинения, что вот за такую некоторую помпезность, вот введение, введение в этой книге я абсолютно сознательно, так целеустремленно, подчеркнуто закончил словами Юрия Григорьевича Басина, был такой выдающийся цивилист, в Казахстане очень известный цивилист, так он книгу подарил, книга его избранных трудов была издана в Питере, красивая, наядная такая, с фотографией, там мантией, все, и он подписал Сергея Сергеевича, еще подписал ее на память Сергея Сергеевича, и еще по скрипту, извини за помпезность, я в ней не виноват, вот я захочу так же, я в этом не виноват, ну так получилось, спасибо большое за добрые слова. И еще, и еще, видимо, учитывая, что я так долго терпел вот сейчас, мне видимо, меня можно будет освободить от выступления в процессуальном сообществе, давайте поаплодируем Брониславу Мячеславовичу. Спасибо вам, Бронислав Мячеславович, за то, что вы с нами, вот, потому что ежегодно у вас возникает один и тот же вопрос, зачем я вам нужен, да, что я тут делаю, но мы очень признательны вам, что в нашем процессуальном сообществе вы нас прививаете к любовь к цивилистике, на самом деле, это очень для нас важно, как говорится, процесс, это форма жизни закона, поэтому мы вместе, и мы вместе еще, потому что мы просто дружим и не мыслим уже такие мероприятия без участия вас и коллег-цивилистов. Уважаемые коллеги, ну вот, в этом зале, на самом деле, вот Кирилл Иванович выделил двух авторов, но здесь, на самом деле, очень много авторов издательства «Статут», и, я надеюсь, и будущих авторов, если таковые желающие будут. Вот, и поэтому надо большое спасибо сказать Кирилл Ивановичу за то, что он делает, это вот эта миссия, издательство «Статут», главное издательство не только цивилистов, но и процессуалистов теперь уже. Вот, Кирилл Иванович, большое спасибо тебе за твою поддержку и издание вот этого мощного, я не могу сказать слово, издания. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас традиционно мы в каждом симпозиуме и в этом году также мы всегда дарим всем участникам, абсолютно всем участникам очередной номер журнала, вестника гражданского процесса, и этот год тоже не исключение. Вот, в этом году вот в раздаточном материале нам удалось, мы успели это сделать, вот четвертый номер с небольшими задержками, правда, сейчас выходим, Иванович, да, ну, лето было непростое, и вот четвертый номер летом мы сделали совместно с коллегами из МГИА, тут вот Сергей Михайлович, Михайлов, заведующий кафедрой гражданского и административного судопроизводства МГИА, присутствует, и он очень большую роль в издании именно этого выпуска сделал, вот, вот, к сожалению, этот выпуск, конечно, посвящен человеку, которого нет с нами, это Александр Тимофеевич Бонар, который не пропускал ни одного нашего симпозиума, и у нас, на самом деле, есть уже, была такая добрая традиция, всегда накануне, вот, Владимир Владимирович Ярков, Александр Тимофеевич Бонар, вот, у нас были обсуждения накануне, как мы будем проводить очередное наше мероприятие, вот, в этом году впервые вот этих добрых советов, острых шуток Александру Тимофеевичу нет, вот, но есть этот номер, который есть на столе у вас, вот, супруга Зоя Сергеевна Нинашева написала замечательные слова об ушедшем супруге, об Александре Тимофеевича, и вот, мы хотели бы немного рассказать о нем, о том, как делался этот номер, и вот, Сергей Михайлович, Михайлов, слово представляется вам, более подробно расскажет об этом. Спасибо, Дамир Хамитович, уважаемые коллеги, я вас всех приветствую, приветствую и от лица кафедры гражданского административного судопроизводства, и от лица Московского государственного юридического университета. 4 июня текущего года действительно исполнилось бы 85 лет со дня рождения Александра Тимофеевича Боннера. Мы все помним его 80-летие, когда была тоже презентация, была презентация его семитомника, в который вошли наиболее важные избранные труды Александра Тимофеевича. Коронавирус никого не щадит, поэтому Александр Тимофеевич от нас ушел, и у Дамир Хамитовича возникла замечательная идея посвятить Александру Тимофеевичу не памятную конференцию, они будут, безусловно, коллеги, а посвятить номер вестника гражданского процесса. Александр Тимофеевич входил в состав редакционного совета вестника. Александр Тимофеевич публиковал в вестнике свои работы, и вот в этот юбилейный для Александра Тимофеевича год, наверное, самое правильное решение высказать ему слова признательности, вспомнить, каким он был, посмотреть с другой стороны на те проблемы, которыми он занимался, а круг этих проблем, как вы понимаете, весьма широк. Поэтому я хочу выразить слова признательности, глубокой признательности, говорю абсолютно искренне, и Дамир Хамитовичу, и издательству «Статут», и, конечно же, автором воспоминаний, Дамир Хамитович уже сказал о воспоминаниях Зои Сергеевны, не нашего, и действительно, Александр Тимофеевич Боннер, которого мы привыкли воспринимать как классика отечественной процессуальной цивилистики, как выдающегося выдающегося педагога, в этом очерке предстает человеком с весьма нелегкой, сложной судьбой, человек, который столкнулся и с Великой Отечественной войной, человек, который в своей жизни перенес достаточно много невзгод. Что касается статьи, я обратил внимание на то, что в них поднимаются проблемы, которыми Александр Тимофеевич занимался, и в заголовках авторы об этом указывали, но не менее ценные те статьи, в которых затрагиваются проблемы, которыми он мог бы заняться, но, к сожалению, не успел. И я думаю, что Вестник будет прекрасным дополнением развитиям тех идей, которые отражены в семитомном издании избранных трудов Александра Тимофеевича. Я тоже подготовил короткий очерк, вспомнил свое личное общение с Александром Тимофеевичем, и в конце поставил вопрос, а кем был для вас Александр Тимофеевич Бонна. И после постановки этого вопроса я нашел еще массу характеристик его человеческих качеств, качеств ученого, качеств педагога. Ну, например, его можно назвать неповторимым в плане стиля изложения. Если представить несколько текстов на одну и ту же тему, научных текстов, то сразу среди них можно узнать тот, который писал Александр Тимофеевич Бонна. Он был эксклюзивен в хорошем смысле слова и очень меток в суждениях и определениях. Можно, не знакомясь с содержанием его работ, понять по заголовку, о чем идет речь. Ну, кто отрезал ухо Ван Гогу. Он занимался проблемами судьбы художественных коллекций, ему также посвящена его самостоятельная работа. С легкой руки Александра Тимофеевича в наш процессуальный цивилистический научный оборот был введен термин нетрадиционные средства доказывания, которым также Александр Тимофеевич посвятил свои мысли, свои рассуждения. Ну и, конечно, теме сегодняшнего форума, в русле общей темы форума, можно сказать о том, что Александр Тимофеевич был человеком, который боролся за право и справедливость. Мы знаем, что определенную часть своей жизни отдал служению в адвокатуре. Он действительно защищал права, свободы и законные интересы, и это звучит неформально и не шаблонно. Поэтому еще раз хочу выразить глубокую признательность всем тем, кто подготовил этот номер вестника гражданского процесса. Спасибо, дорогие коллеги. Спасибо, Сергей Михайлович. Практически все авторы этого специального выпуска присутствуют в этом зале. И Владимир Ширков и Елена Александровна еще не приехала, правда, она будет к вечеру, Борисова и Татьяна Владимировна Сахнова и ряд других наших коллег. Я тоже хочу сказать большое спасибо, что вы откликнулись, потому что не всегда просто писать на определенной тематике, тем более тогда, когда это не очень может быть радостный повод, грустный, так скажем. И у нас такая традиция на самом деле уже складывается. Я могу сказать, напомнить, что в прошлом году мы также делали первый тематический выпуск, пятый номер по Михаилу Константиновичу Трюшнику. И там тоже мы дарили на соответствующую конференцию, которая в МГУ проходила. И не хотелось бы такие номера делать часто, поэтому всем желаю здоровья, крепкого и самое главное, чтобы мы вот так встречались, собирались. В то же время об этом выпуске, Кирилл Иванович мне позволил, нужно еще сказать, что нужно сказать огромное спасибо всем тем нашим партнерам, которые делают возможно вообще существование журнала. На протяжении 11 лет с нами находится наш главный партнер Нижнекамс Нефтехим Айдар Султанов здесь, в этом зале находится. Айдар Устемович здесь, по-моему, да? Спасибо большое, Айдар Устемович. Ну, сейчас ситуация немножко меняется и ПАО, да, сейчас уже Нижнекамс Нефтехим в левой структуру. Еще более крупной компанией, многопрофильной, огромного холдинга, Сибор, и здесь на этой конференции находятся и Алексей Никифоров, и Алла, генерал, представители Сибора, которые, собственно говоря, продолжают поддерживать наш журнал и, надеюсь, будут продолжать его поддерживать. В этом зале также находятся многолетние наши партнеры, друзья, ставшие нам друзьями. Адвокатское бюро Бартолиус, Дмитрий Проводин. Спасибо большое, что ты с нами и за поддержку журнала отдельное спасибо. Компания АНП Зенит делает очень много сессий в рамках форума, поэтому я не уверен, что в этом зале присутствует Вадим Викторович Кузовков или Ренат Долотин, управляющие партнеры этой компании. Также отдельное спасибо вам за поддержку. Я точно знаю, что в этом зале находится Вячеслав Юрьевич Гусяков, который возглавляет Центр правового обучения при Международном Союзе Юристов, наш коллега из Севастопольского теперь уже университета. Ему спасибо также за многолетнюю поддержку Казанская компания, юридическая фирма МР Консалтинг Марат Рашидж все знают за Гедулина. Марат Рашидж спасибо. Он не просто у нас ответственный секретарь, он еще и партнер, который финансовой частью помогает сдавать этот журнал. Ну и в этом зале находятся также мои друзья, партнеры компании Юрфинэксперт, Гульнара, Втхудинова, Равиль, Садыков, вот они скромно сидят почему-то вторым рядом. Спасибо вам тоже за поддержку нашего журнала. Уважаемые коллеги, мы должны двигаться дальше по программе. и мы сегодня слышали замечательное выступление Владимира Владимировича Яркова, оно было посвящено цифровизации, современным тенденциям цифровизации, и Владимир Владимирович на самом деле вышел далеко за пределы цифровизации и рассказал нам о будущем гражданского процесса. В рамках нашей сессии Владимир Владимирович хотел бы выступить также еще по проблемам подведомственности. Владимир Владимирович, слово вам. Владимир Владимирович Ярков, доктор юридических наук, профессор. Спасибо. Не то, чтобы я хотел, но раз в программе выбора нет уже. Но я тоже, уважаемые коллеги, прежде всего большая благодарность и признательность Дамир Хамитович и всей вашей команде за организацию таких замечательных симпозиумов, которые стали традицией и собирают такой прекрасный вокруг вас круг специалистов, практиков и занимающихся доктриной. Но я лучше сокращу время доклада. Тоже хотел сказать несколько слов об Александре Тимофеевиче. Я не скажу, что его близко знал. Один раз был у него дома в гостях. Но с точки зрения как и для меня Александр Тимофеевич это такой настоящий классик уровня профессора Гурвича, настоящий представитель великой процессуальной школы. И если взять в самом деле его полное собрание сочинений, я вот почему в своей статье использовал такой эпиграф, что он по сути дела его произведения все это то, что Пушкин помните в Евгении Онегине, что это роман, в котором отразился век, и современный человек изображен довольно верно. Потому что если мы пройдемся по всем его работам, то мы увидим, что это по сути дела огромная ретроспектива и оценка всего того периода, в который прожил Александр Тимофеевич, то есть по всем основным ключевым вопросам проблематики процесса. Как справедливо вы говорили, Сергей Михайлович, там есть вопросы и истории, и теории, и правоотношений, и источников. Когда-то я читал, еще помню, аспирантом его кандидатская диссертация была по судебному контролю, он же занимался административной юстицией, в том числе была кандидатская. И некоторые его работы я почему-то очень рекомендую, как говорится, юноши и девушки обдумающие житье, то есть я рекомендую очень обратить внимание именно на работы. И некоторые из них, то есть он был удивительно разножанровый человек, потому что книгу его «Судьба художественных коллекций и закон» я прочитал, имея привычку так вечером на тумбочке у меня что-то лежит, значит, на ночь почитать, то я ее просто как детектив Агаты Кристи прочитал. То есть это блестящая книга, написана совершенно, не академическим языком, а в форме такого полудетектива юридического, где он просто приводит массу интереснейших юридических и жизненных фактов, обстоятельств, и великолепный сюжет продуман. То есть в Александре Тимофеевиче, в общем, что-то, значит, в общем, ну, если не Агата Кристи, да, может быть, это от Джорджа Семенона, тогда пойдем, есть. Ну, и как человек, я хочу сказать, что, насколько я вот его знал, видел, он был удивительно, во-первых, очень всегда спокойный, рассудительный, уравновешенный, он всегда избегал крайних оценок, если выражал позицию, то она у него была всегда достаточно такая взвешенная, аргументированная, и дискутировать с ним было сложно, потому что он всегда очень тщательно была такая хорошо выставленная система, и видел глубоко достаточно многие вещи, потому что я сам обратился к теме, как раз Александр Тимофеевич же отстаивал существование принципа объективной истины, а если мы посмотрим вот последнюю судебную практику Верховного суда, то он вообще-то нацеливает судьи, что вы не должны как это рыба сидеть на правоводу, ну, по крайней мере, допустим, злоупотребление правом, там Верховный суд сейчас прямо говорит, что если вы видите, то вы сами устанавливаете его, то есть не ждите, пока сторона докажет, то есть он в этих вещах как раз был праведцем, что суд должен устанавливать объективную истину, иначе зачем правосудие, он ставил вопрос, если перейдет, поэтому я очень, еще раз говорю, рекомендую, книги, все эти работы, они удивительно современные, то есть они не устарели ничуть ни в одном, потому что там везде такая хорошая, современная, глубокая доктрина процесса по всем, еще раз повторю, ключевым вопросам его. Перейдя к теме, я буду краток, потому что вы мне разрешите, поскольку я делал уже одно выступление, не чтобы хватит это на манеже быть. Я хотел кратко сказать, что подведомственность, последствия реформы, тенденции развития, с одной стороны, это всегда было, почему мне эта тема близка, потому что это тема моего научного руководителя, моего научного учителя, профессора Осипова Юрия Кузьмича, тема докторской диссертации, и я, как его верный ученик, в этом смысле всегда отстаиваю те позиции, которые он излагал, и я считаю, что они тоже удивительно современные, Юрий Кузьмич считал, что подведомственность это как раз такой международной шлевой институт права, который выполняет функцию распределения юридических дел между различными юридикционными органами. Ну, он характеризовал это на примере советской эпохи, но это совершенно относится и к нынешней системе. И, как мы знаем, с вами прошла реформа, которая, да, она привела к довольно странным результатам, потому что сейчас для обозначения одного и того же явления в каждом кодексе мы вынуждены использовать три разных понятия, да, то есть КАС остался на прежних позициях под ведомственность и подсудность, ГПК употребляет подсудность внутреннюю и международным делам, ну, там всегда она была так, вот, а ПК использует понятие компетенции подсудности, то есть, вот это, конечно, наверное, не очень правильно, когда для обозначения одних и тех же явлений, с учетом того, что кодексы, я вот вижу, вот по тематике, будут здесь коллеги говорить о сближении, то смысл был этого, ну, мне лично до сих пор непонятен, но, видимо, какой-то смысл был под этим, то есть, когда, и теперь мы вынуждены нагромождать, загромождать, как говорится, увеличивать сущности, и теперь мы теперь вынуждены не только делить подсудность, допустим, на родовую, территориальную, теперь мы вынуждены говорить еще о наличии внутрисистемной и межсистемной подсудности, хотя раньше это заменялось просто понятием подведомств и подсудности, ну, может быть, потом когда-то это поправят, вот, и насколько здесь сказать, привело ли это изменение понятийного аппарата к устранению противоречий в подведомствах и подсудности, насколько сократились серые зоны, но мне сложно сказать, на мой взгляд, здесь, ну, я хотел бы так отметить, положительные тенденции развития института подведомственности и то, что вызывает, как бы, некоторую настороженность, но прежде всего упростилась сейчас подведомственность в сфере нормоконтроля, потому что исчезают конституционные уставные суды субъектов федерации. Я знаю, здесь есть разные позиции, учитывая, что я выступаю в республике Татарстан, но в свое время я с коллегой разрабатывали закон об уставном суде Свердловской области, и мы говорили сразу руководству нашей области, но этот суд может состояться только в том, если у вас будет, у него будет юридически чистая компетенция подведомственность. Ее не было не тогда, ее не было и сейчас, но не говоря о других причинах. Поэтому, на мой взгляд, это упрощение с учетом того, что там ведь можно было ставить вопрос в отношении одного и того же нормативного акта сразу перед теми судами, то есть и перед местным уставным или конституционным судом, перед областным судом и конституционным. Потом расширились правила императивной подведомственности, это тоже очень положительно, потому что как раз большинство доктрины, мне кажется, у нас всегда в процессе выступало за то, что не надо, что называется, в суд тащить все, а определенные вопросы выносить на досудебное рассмотрение. Это видно в сферах, допустим, появился там у нас финансовый омбудсмен, законодательство Абасага, администратор налоговый и так далее. То есть, да, то есть, да, да, совершенно верно. Вот. Потом стал развиваться институт исключительной компетенции, но это положительно в плане того, что позволяет лучше разграничивать предметоведение между судами. Ну, в частности, вот этот институт стал развиваться и в плане противодействия с санкциями. Потом увеличилась, на мой взгляд, положительная тенденция это компетенции нотариата в сфере взыскания задолженностей и вообще, в принципе, немножечко она хоть стала увеличиваться, потому что в свое время, помню, у профессора Ичичета была статья, она так и называлась «О бесспорным не спорят». Поэтому вот это положительно, что это, на мой взгляд, стало. Ну, и подведомство и цифровизация, об этом я сегодня говорил уже в пленарном заседании, поэтому повторяться не буду. Вот здесь, да, ключевые вопросы, это, конечно, вот то, что делокализация цифровых активов, она нам просто говорит о том, что традиционные привязки, они утрачивают свое значение. И здесь надо искать уже новые какие-то. Ну, вот последнее, вот, где я принимал участие в международных проектах, это мы разрабатывали такой код, код Мондиаль Дигиталь Дзэкзекусьон, это модельный кодекс цифрового исполнения в рамках Международного Союза Судебных Исполнителей. Там вот мы, допустим, такую сделали локализацию, что компетенцию имеет суд и исполнитель той страны, где были обнаружены, вот эти цифровые активы или идентифицированы. ну и там же вопросы решали применимого права. Что касается спорных тенденций развития института подведомственности, то я бы так сказать, наверное, это все мы знаем, да, что сохраняются возможности произвольного выбора подведомственности и подсудности или компетенции, как угодно. Это через уступку требования, через произвольное изменение места жительства или адреса юридического лица, но последний пленум от 23 декабря 2021 года попытался решить эти вопросы. Потом ряд категорий дел у нас остался в двойной подведомственности, то есть в зависимости от того, например, брачный договор. Если мы оспарим его по основаниям семейного права, да, мы идем в суд общей юрисдикции. И для меня странно, что то же самое можно сделать и в арбитражном суде, приводя основания, связанные с тем, что это нарушает права кредиторов. То есть сказать, что здесь есть единообразие, по корпоративным спорам то же самое сохраняется, ну, косвенные иски к управляющим обществу, да, здесь можно, здесь, по сути дела, все зависит от того, куда вперед придешь, да, в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд. Потому что на практике, но, я не ручаюсь, что я все ее знаю, но то, что мне известно, в общем, там и те, и те суды принимают эти дела к своему рассмотрению. Вот. И последнее, что я хотел коснуться, это вопрос, вот сохранилась ли специальная подведомственность. Помните, статья 33 АПК в первой редакции, она так и называлась специальная подведомственность, и смысл ее был, вот когда читал разъяснение авторов АПК, это вот светлая память Венин Федорович Яковлев и вот, и работающая сейчас в МГУ Татьяна Константиновна Андреева, основные разработчики, они как раз утверждали, что специальная подведомственность была введена для разграничения предмета введения между общими и арбитражными судами по корпоративным и другим спорам. Потому что до 2002 года, да, была достаточно сложная ситуация. Теперь эти положения перенесены в часть 6 статьи 27, но вместе с тем, значит, там как такового понятия нет специальной уже подведомственности, то есть терминологически это исчезло, но меня как бы волнует здесь вопрос, осталось ли это с точки зрения понятийного аппарата и как правило некоторое. И здесь вот что бы хотелось сказать, сейчас подсудность, она имеет ведь уже совершенно другое значение, так ведь? То есть в зависимости от того, как помню, на одной конференции там говорили, что вот это, помню, когда первый раз появился закон об акционерных обществах, помню, там председатель этой службы сказал так, сердито, это какой-то адвокатский закон. Я к тому, что вот это изменение, оно сейчас очень по-адвокатски сделано, оно помогает играть на этом. На мой взгляд, сейчас, поскольку подсудность имеет совершенно иную роль, она не только институт, который обеспечивает разграничение предмета ведения между общими и арбитражными судами, но она и в целом разграничивает между всеми юрисдикционными органами, в том числе иностранными судами. Ну, возьмем вот ГПК, он же всегда говорит, подсудность дел с участием иностранных лиц. Поэтому возникает вопрос, осталось ли у нас специальная подведомственность, ну, например, по корпоративным спорам, то есть, как вот здесь определять, потому что статья 38 ПК говорит о том, что корпоративные споры, это исключительная подсудность арбитражных судов, ну, вот конкретное дело, возьмем, допустим, когда директор уехал, как бы, как бывает, это у нас все, что можно, изъято, украдено, он уезжает за границу, возникает вопрос, да, а где судиться с ним, да, вот, предъявлять ему иск. И здесь с точки зрения, допустим, исца интереснее судиться за рубежом, там, куда он уехал. А с точки зрения возражения ответчика, здесь получается очень просто, поскольку вы изменили понятие подсудности, оно вас теперь заменяет подведомственность, то в этом случае получается, что эти дела подсудны исключительно судам, арбитражным судам Российской Федерации. А смысл осудиться в России, когда все вывезено и украдено, и просто нет никакого. Это просто по одному конкретному делу я писал заключение, и там мы пришли к таким неутешительным выводам, потому что та сторона как раз играла на этом, и по сути дела она была права. Поэтому мне кажется, что некоторые дела невозможно остались в специальной подведомственности, но, к сожалению, появился пункт восьмой статьи первой статьи 22 ГПК, который говорит, что корпоративные споры могут быть в общих судах рассматриваться, связанные с некоммерческим. Поэтому, к сожалению, этот институт, который, на мой взгляд, был достаточно полезен, важен, он сейчас некоторое утрачивает свое значение. Поэтому в заключении хотел сказать, что исключение такого понятия, было, наверное, спорным, и все-таки может быть, когда-то законодатель вернется к этим вопросам, потому что вот эти серые зоны нечеткого определения подведомственности или компетенции или подсудности, они, к сожалению, у нас остаются. Поэтому важным является в плане дальнейшем то, о чем писал мой научный учитель, профессор Осипов, это разработка правил устранения споров и коллизий подведомственности. К сожалению, такого рода норм не так много, и мне представляется, что в перспективе это тоже важная и интересная задача. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович, за такой краткий, но очень емкий экскурс в эволюцию Института подведомственности. Я даже себе специально записал ваше слово. Не надо все тащить в суд. И досудебное, и внесудебное. И досудебный, и внесудебный порядок. не нет, не нет, Владимир Владимирович, акценты растают очень аккуратно, тактично, поэтому здесь работа останется для всех, я думаю. Уважаемые коллеги, мы двигаемся дальше по программе, и несмотря на то, что Бронислав Мячеславович во время презентации высказал мысль о том, что может быть ему и не следует выступить, но поскольку его тема доклада чуть ли не единственная тема, соответствующая напрямую теме всего форума, напомню, тема форума «Право на право». Бронислав Мячеславович выбрал такую интересную тему «Право на гражданское право» и «Будущее судебной защиты». Поэтому мы все-таки просим вас, Бронислав Мячеславович, выступить. Спасибо большое, Дамир Хомедович. Спасибо за то, что мне предоставили слово, хотя я не уверен, что это правильное решение в процессуальном сообществе, но вряд ли правильное. Тем более, что я к процессу отношусь чрезвычайно уважительно. так ради красного славца я могу сказать, что процесс нам тоже нужен. Ради классного славца я могу сказать, что есть одна отрасль права, это право гражданское, все остальное призвано обеспечить нормальное функционирование права гражданского либо его защиту. Всерьез я так доказывать не буду. Это, видимо, свидетельство увлеченности какой-то. Вот, как Татьяна Владимировна была увлечена справедливостью только что, вот, увлечена справедливостью, вот, я, Я, наверное, увлечен так гражданским правом. А говоря о теме, не я ее придумал, кстати, эту тему, не я ее придумал, вот сегодня, которая мне предписана здесь говорить, но раз уж ее придумали, раз мне предоставили слово говорить о нем, то я скажу, что вот мы обычно говорим в наши трудные времена, вот там трудно то, другое, вот сегодня действительно очень трудные времена. И когда мы обозначили вот право на право, то я не убежден, что это хорошая тема. Почему? Потому что звучит довольно тавтологично. Право на право. Ну, во всяком случае, есть основания для сомнения. Во-первых, но главное не это, главное не это, это слова. Главное то, что сейчас, на мой взгляд, мы само понятие права будем пересмысливать, мы будем понимать его по-другому. Вот с учетом всего происходящего в мире и в нашей стране, и не только в нашей стране, мы будем пересмысливать, и мы уже это делаем, в том числе изменениями, которые мы вписываем в Конституцию. И то, что арестовывают имущество, и то, что не выпускают куда-то, и закрывают, и мы будем это пересмысливать. Другое дело, что я очень надеюсь на то, что вот как Татьяна Владимировна говорила о том, что мы будем думать о праве, а потом о законе, я очень надеюсь на то, что мы не будем исповедовать идеи, которые сегодня сеялись в той аудитории до обеда, когда говорили, что право – это совокупность нормативных актов. Я не знаю, категорически не принимаю. Право не есть в совокупности нормативных актов. Это неправильно. Отождествление права и закона – это было свойственно для советского права. И то, и то, даже в то время говорили, что надо немножко как-то право немножко пошире, право еще что-то другое. Даже если мы посмотрим сейчас на гражданское право, мы можем сказать, что есть гражданское законодательство, есть указы президента, есть восстановление правительства, которое содержит гражданско-правые нормы. И мы говорим о том, что есть и акты министерств ведомств, и есть обычаи еще. Есть обычаи. Какие же нормативные акты? Так нельзя исходить из этого. Это первое. Второе. Я сожалею о том, что я не занимаюсь гражданским процессом, но я отдаю себе отчет в том, что Казьма Прутков был абсолютно прав, когда утверждал, что всякий специалист подобен флюсу. Развитие его столь же одностороннее. Вот наши учителя, о которых Владимир Владимирович упоминал, Юрий Кузьмича Осипова, они занимались и процессом, и правом. Это, конечно, обогащало. На сегодня в условиях вот эта жизнь стремительно развивается, скачок такой. Конечно, это плохо, что есть цивилисты отдельно, сами по себе, и все процессуалисты сами по себе. И мы в ряде случаев друг друга не понимаем. Я, например, как цивилист, как человек, который любит гражданское право, я преклоняюсь перед гражданским правом, я его больше всего люблю за то, что гражданское право – это диспозитивность, это воля, это воля. А нас сегодня зовут в процесс лицензию получать. Не, мне не нравятся такие вещи. И когда мы говорим про справедливость, какая справедливость? Если он лицензию, вы еще красноармейца... Не, не вы, это вот автор того высказывания. Надо красноармейца поставить на входе, выдавать пропуск в суд. А может вообще не пускать в суд? Лучше всего. Наверное, лучше всего не пускать в суд. Чего им беспокоить? Некогда им. Тем более, что у нас тенденции сейчас именно такие. Мы рассуждаем о процессе, о справедливости. Так здорово, классно. Слушайте, вот сейчас будут взыскиваться вот эти налоги с граждан, будут взыскиваться в административном порядке, да? А потом можно обратиться в суд. Я глубоко убежден, что редко кто присутствующий в этом зале скажет, это класс. Разве что судья, который скажет, ну чуть легче станет, а то нагрузка большая. А то это сегодня говорили о том, что у судьи оказывается 4 дела в день. Где такой судья? Я тоже. Я тоже не знаю, хотя я не занимаюсь процессом и в суде не работаю. Но мне кажется, что это сомнительные такие вещи. И уж тем более, если уж мы говорим о праве, то нельзя, абсолютно нельзя говорить о левом праве. Левое право быть не может. Оно либо право есть, либо право нет. Либо это бесправие. А это левое право, которое придумывает кто-то, это не право. Это на самом деле, это и беззаконие, и антиправовые вещи. Мне так кажется. Я так думаю. Вообще, если говорить... А, кстати, о праве. Вот упоминали сегодня корпоративное право. Я тут послушал, вот сегодня вас, я так много нового узнал. Правда, честное благородное слово. У меня мысль в частности появилась. А зачем вам три кодекса? Зачем? Да я знаю. Я знаю. Я с точки зрения... Я знаю, почему это. Но я недоумеваю с точки зрения содержания. Ребят, для чего это? Я послушал, вот сегодня Владимира Владимировича. У меня такое безрадостное впечатление всего. Мне кажется, так это тяжело все. Для чего? Ну, мы все что-то изобретаем. Вот правду говорили когда-то, когда проклинали, чтобы ты жил в эпоху перемен. Вот мне кажется, мы прокляты. Мы постоянно живем в эпоху перемен. И постоянно что-то меняется. И далеко не всегда в лучшую сторону. Как правило, все хуже и хуже и хуже. Говорят, и образование отвратительное. Вы слышали? Причем, я думаю, что все здесь присутствующие полагают, что у нас-то образование неплохое. Ну, мы-то как? У нас-то хорошее образование. Мы-то грамотные. Как же? Я, правда, не понял, почему так мало у нас хороших вузов. И как туда МГУА не попал? Ну, как МГУА не попал в число этих вузов? Сегодня причисляли. А? Я ему предъявил уже претензию, что вы, вообще-то, обязаны степенью докторской МГУА. Но мне было объяснено тоже, почему. Но я не знаю. Мне кажется, да, то, что образование стало качество хуже, это медицинский факт, пользуясь терминологией Стопа Бендера. Но утверждать, что у нас сегодня нет юридического образования, что оно деградировало, это неверная позиция. Всегда были, есть и будут люди, которые учились через пень-колоду, всегда были, есть и будут люди, которые будут стараться учиться. Я это просто, ну, я общаюсь со студентами, я вижу этих студентов, я каждый день вижу их. Да, стало хуже, но тем не менее. Говоря же о праве на право, я сказал уже, что я несколько сомневаюсь в том, что вообще это сочетание удачное, право на право. С другой стороны, вот знаете, вот, допустим, Сергей Сергеевич Алексеев, он писал еще в 70-е годы прошлого века о том, что право может быть объектом права. Сергей Сергеевич писал так. Октябрь Алексеевич негодовал красавчиков. Он считал, что не может быть право на право, это татология. И вот в этом связи, в частности, это обсуждалось очень активно при рассмотрении правосубъектности. Довольно популярна точка зрения, что правосубъектность представляет собой совокупность прав, которыми может обладать субъект. На мой взгляд, это неверно, это неправильно. Правосубъектность – это как-то общественно-правовая категория, это признание того, что ты можешь стать субъектом права. Причем мы здесь себя обманываем очень много, в том числе и в законе, и в концепциях, и так далее. Ну, например, статья 17 Гражданского кодекса. Гражданин, мы все равны в правоспособности и с момента рождения ее обладаем. Но, правда, я когда начинаю вдумываться в это, красиво же это. И я не верю. А, кстати, в статье 124 Гражданского кодекса предсмотрено, что государство, муниципальное образование, субъекты федерации, они на равных участвуют во всех отношениях с гражданами и юридическими лицами. Кто-то, правда, в это верит? Что государство на равных участвует в гражданских правоотношениях, регулируемых гражданским правом, на равных со мной? Никогда не поверю. Всегда будет кто-то ровнее. И они действительно ровнее. Они были, есть и будут. Но мы не равны, даже граждане не равны. Ну, например, можно в содержание правоспособности входит возможность наследовать и завещать имущество. Но пока ты не достигнешь 18 лет, ты завещание не составишь. Но нельзя. То есть мы, получается, мы утверждаем что-то, а этого нет. На самом деле этого нет. И получается, что мы что-то обманываем себя, мы строим какие-то теоретические конструкции, замки. Я вот, например, вслед за римскими юристами, я не являюсь поклонником римских юристов. Не являюсь. Почему? Потому что они были хорошие ребята, но их уже 2000 лет нет. И жизнь наша поменялась. И наши представления о жизни поменялись. Поменялись наши представления о добре и зле. Вот, например, я не знаю, вот вы, вот как кто, посмотрел бы на бои этих гладиаторов, да? Вот я, например, когда я оказался впервые на коллиде, я ушел. Мне это неинтересно. Более того, мне неприятно на это смотреть. Я понимаю, что кому-то может это нравиться. Мне нет. Мне это не нравится. Поэтому римские юристы были прагматиками. Конечно, они были прагматиками. И мне кажется, что, допустим, англосаксонское право, оно ближе к римским юристам. Мы пошли другим путем. И на самом деле наша правовая наука, она прикладная наука. Это мы... Да, теория нужна. Вопроса нет. Она нужна. В том числе для того, чтобы устанавливать справедливость. В том числе для того, вот студенты не любят там, да и практики не любят. Практики не любят вот эти первые статьи, где основные положения, принципы. С практиком начинаешь обсуждать какое-то дело, в том числе с судьями. Начинаешь обсуждать какое-то дело. Мне так любопытно. Это редко, когда какой-то юрист, практик, допустим, судья. Судья, именно судья. Он скажет, а статья такая-то, а это... Чаще всего он говорит, а что тут думать-то? Есть же постановление пленума, это что? Или, да президент давно уже указал, что ты тут думаешь-то? Он не отталкивается от закона. Он отталкивается от акта высшего судебного органа. Я его понимаю. Это не значит, что он плохой. Нет. А вот эти общие положения, они безусловно необходимы. Вот эти первые статьи, вот эта теория, она точно необходима. Но когда судья загружен до нельзя, и ему думать об этих общих положениях, да потом взять на себя ответственность. Ладно еще, когда ты сидишь в высшем арбитражном суде, сидел, или сидишь в верховном суде, ты можешь на себя взять. Это противоречит основному началу такому-то. А когда ты судья районного суда, и ты будешь мыслить такими категориями, ты недолго будешь судьей районного суда. Ну мне так представляется. Мне так думается, что это, наверное, так. Вот. И еще я сказал про то, что вот у вас три кодекса, зачем они вам нужны. У нас такие тенденции в гражданском праве тоже есть. Они везде есть. У нас придумывают, что нам необходим медицинский кодекс. Ну как мы медицинского кодекса? У нас придумывают образовательный кодекс. У нас что только не придумают. Если верить программке нашего нынешнего мероприятия, то существует банкетное право. И вот оно мне нравится. Вот его банкетный кодекс можно принять. Наверное, можно. Более того, он существует. Он просто не писанный. Но он же существует. Кто-то... Вот Дамир Хамитович, наверное, нас пригласит. По логике. Пригласит. Это же постулат любой конференции. А? Традиция. Традиция, да. Но то есть придумывают всякую всячину. Вместе с тем у нас борьба идет достаточно жесткая. И иногда она более успешна, я смотрю, она иногда более успешна, чем у процессуалистов. Ну, например, вот вы три кодекса получили, да? Вам еще четвертый примут, может быть. Что нет-то? Ну, не знаю. Поймите меня правильно. Я не влезаю в процесс. Я не процессуалист. Я не понимаю в этом. Мне просто кажется, что это, когда речь идет о идентичных процедурах, об идентичных процессах, то для чего устанавливать разные правила? Я понимаю, что высшему арбитражному суду нужен был свой кодекс. Я понимаю, хочется. Это, знаете, все... Вот в Гуине, люди, которые работают, они так говорят, в соответствии с нашим законом, это вот так. Нотариусы говорят в соответствии с нашим законом. У каждого, каждому хочется иметь свой закон. Это вот... И с этой точки зрения у нас иногда получается более-менее прилично. Ну, например, предпринимательский кодекс не дали принять? Не дали. Корпоративный кодекс шума была масса шума. В конце концов, в статью 2 Гражданского кодекса записали, что корпоративные отношения, это отношения по поводу, складывающиеся по поводу участия в корпорации и управления ею. И точка. Казалось бы, мы так понятно же, но зато, раз это записано в ГК, следовательно, зачем нам корпоративный кодекс? Он не нужен, это все охватывается в ГК. То есть иногда что-то получается. Меня беспокоит то, что... Вот вслед за Татьяной Владимировной меня беспокоит увлечение всем... Вот сегодня, вот если верить тому, что я слышу постоянно, то люди рождаются для того, чтобы набрать кредиты в банке и обанкротиться. И обанкротиться. Банкротство сегодня – самая важная тема. Суда сколько этих составов банкротных насоздавали. Вот самое важное. Когда-то банкротство – это трагедия. Люди там стреляли, все. Сегодня мне знакомая говорит, я ее спрашиваю, что вы банкротились-то. Она говорит, да мне надоело проценты в банк платить, что я платить буду. То есть на сегодня это освобождение от долгов. Телевизор включаешь. В соответствии с федеральным законом раз в пять лет вы можете освободиться от кредитов. Класс! Это право? Я говорю, я заканчиваю все. Я все заканчиваю. Я не думаю, что это право. Это не право. И мы сегодня, с одной стороны, у нас есть объективные обстоятельства, которые ведут к деградации права, его искажению, его сути, искажению вот этого представления справедливости и так далее. И много есть очень субъективные, которые мы сами делаем. Например, пишем закон. Пишем закон. Юристы пишут закон, отрабатывают все. Приняли закон с трудом, боя, убедили депутатов по всем. Все, приняли закон. Затем те же самые юристы, как и итальянцы, и французы все наши тоже так же. Мы с упорством, достоин лучшего применения, ищем, как обойти этот закон. Потому что это в интересах того работодателя, где ты работаешь. Ну, это правда. То есть мы на самом деле переживаем какой-то крах права. Ну, увы, но близко к тому. Если когда-то Сергей Сергеевич Алексеев писал о возрождении права, о торжестве права, о философских основаниях права, то сегодня больше приходится говорить о деградации права. Увы и ах. Спасибо. Я закончил. Спасибо, Бронислав Мячеславович, за ваше великолепное выступление. Взгляд, так скажем, со стороны, он очень ценен, потому что вы, как цивилист, видите проблемы процессуальные несколько в другом аспекте. И действительно, а зачем нам три кодекса? Я даже такой вопрос никогда себе не задавал. Вот, но надо задуматься, и, мне кажется, та работа, которую там Павел Владимирович Крошененников проводил по созданию единого ГПК. Кстати, знаете, вот я не знаю, известно это или нет, но в Государственной Думе Павел Владимирович уже над ним подшучивает и называет его комитет. Комитет называется по госстроительству и законодательству. Его комитет, многие называют, комитет по защите гражданского кодекса. Может, поэтому нам удается что-то немножко. Комитет по защите. Ну, при президенте есть несколько советов, на сайте можно посмотреть, там, по-моему, пять или шесть их. И единственный совет по совершенствованию гражданского законодательства. Все, там по культуре, по спорту есть. А вот по праву нет, есть по совершенствованию гражданского именно законодательства. Сейчас происходит его заседание. Поэтому, Борисович, спасибо вам за напоминание о том, что работа над единым ГПК должна быть продолжена. И мы, возможно, в будущем избавимся от трех кодексов. Будет он один. Спасибо вам за то, что так тактично и относительно судебной нагрузки высказали свои предложения. Ну, и отдельное спасибо за банкетное право, которое, собственно говоря, действительно имеет место быть, действительно очень важное место занимает в жизни симпозиума в том числе. В общем, спасибо вам. Уважаемые коллеги, у нас дальше по программе доклад Андрея Владимировича Габова предусмотрен. И я могу сказать, вот он написал сейчас смс, передать, что у него все в порядке, все у него хорошо. И он, возможно, даже завтра выступит онлайн. Андрей Владимирович, да. Поэтому все у него хорошо. Но его выступление мы сегодня пропускаем. И вот я с огромным удовольствием предоставляю слово моему другу, коллеге, доктору юридических наук, заместителю председателя арбитражного суда Павловского округа Виталию Анатольевичу Петрушкину. Даня Анатольевич, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Во-первых, я, Даме Анатольевичу, лично вам благодарен за приглашение. Мы всегда в тандеме работаем с Казанским федеральным университетом. Достаточное количество судейского корпуса в нашем окружном суде имеет научные степени, научные звания. Поэтому мы содействуем, взаимодействуем. Во-вторых, перед началом своего выступления, конечно, хотел поблагодарить, и всегда об этом говорил Мячеслав Мячеславович, который дал мне в свое время путевку в мою докторскую работу. И мы с ним на прошлой конференции, еще с прошлого сентября, спорим об основных принципах начала гражданского законодательства. Вопросы проникновения публичного законодательства в гражданской. Это его любимая проблема. Поэтому, Александр Ильич, спасибо вам всегда за те наставления, которые вы мне давали. Уважаемые коллеги, моя тема, она выбрана не зря. Вы прекрасно видите, что сегодня ученые сообщества, в том числе Владимир Владимирович Черков и всех остальных, интересуют вопросы, связанные с процессуальным законодательством, с его развитием. И опять же, повторяюсь, в прошлом году, в сентябре, мы это дискутировали, обсуждали, какова цель. Мячеслав Мячеслав сказал, мне вообще неинтересно. Я знаю, какие мои права нарушены, вот, уважаемый суд защитник, процедура рассмотрения – это ваши проблемы. И интересно знать, какие кодексы рассматривают и определяют формы содержания обращения к вам. Меня интересует – защитите мои гражданские права этой регламентированной Конституцией. Наверное, он в этом прав. Несмотря на это, мы сегодня прекрасно видим с вами сегодняшние тенденции в рамках, все-таки, унификации цивилистического процесса. Никому не секрет, что в 2014 году была создана рабочая группа, принята, соответственно, концепция в тексте Единого гражданского процессуального кодекса. Это прекрасно все знаете, что это связано с некой республицией, не буду говорить, ликвидацией высшей арбитражной суда, как высшей инстанции. При этом, несмотря на это, что отсутствует как самостоятельный ветвь арбитражная система, вместе с тем, вы прекрасно знаете, что сегодня арбитражная система, она существует. И хотелось бы отметить, что само судопроизводство судов общей резиденции идет по конструкции арбитражных судов, то есть создание апелляционных судов по округам, что позволит, конечно, нивелировать, выровнять те проблемы, которые были связаны с самостоятельностью инстанции. Вы сами прекрасно помните, до определенного момента в арбитражном суде субъекта находилась первая апелляционная инстанция, было много претензий, каким образом судья, который ходит с другим судьей каждый день в столовой, может безупречно ревизировать его судебной акте с точки зрения контроля. Поэтому эта конструкция сегодня, она взята на вооружение судами общей резиденции. Так вот, понятно, что концепция сегодня создана, в принципе, она заложена, очень много правильных идей у нас было высказано относительно ее применения. Конечно, это направлено на установление противоречий, устанавливание нового правила, сохранить наиболее удачные недоработки, закрепить существующие виды. Но вместе с тем получилась такая ситуация, что картина есть, а неопределенность осталась. Как говорит Павел Славович постоянно, картина существует, есть концепция, а с тем мы сегодня остались. Вот я бы хотел и прекрасно понимаю, что от судебных органов, в том числе и от судей в частности, ждет, наши ученые ждут конкретики определенной, для того, чтобы можно на конкретных примерах, на определенном анализе, с которыми мы сталкиваемся напрямую при правоприменении, определить все-таки на каком мы этапе этой унификации сегодня находимся. Я попытался свое выступление, так сказать, направить не с точки зрения общих принципов сегодня соотношения двух кодексов, а на сегодня по конкретным тем институтам процессуальным провалить соотношение норм ГПК и ОПК, и какие проблемы сегодня выяснились. Потому что на сегодня вы прекрасно видите, кто следит за развитием процессуального законодательства. Верховный суд принимает правильную активную позицию, разъясняет практически все институты процессуальные, как в рамках ГПК, так и ОПК. Принимаются совместные пленумы в рамках разъяснения тех и иных процессуальных норм. Но вместе с тем, при схожести институтов мы видим, что применение, еще раз говорю, тех институтов, которые требуют универсального применения, идет различное толкование в сфере экономического судопроизводства и судопроизводства в районных судах общей резиденции. Поэтому, еще раз говорю, что проблемы сегодня существуют, и на тех примерах, которые я постараюсь привести, попытаюсь доказать относительно того, на каком этапе мы сегодня остановились. Владимир Иванович очень правильно заметил по поводу компетенции, по поводу подведомственности, по поводу подсудности. Но вместе с тем хотелось бы заметить, что эта проблема росла на сегодня, когда арбитражные суды вошли в судебную систему в 1992 году федеральным конституционным законом. Сразу был первый свод принят от АПК 1992 года, и начались проблемы относительно, так сказать, в тот момент, правильно используя терминологический аппарат, вопросы от компетенции, подведомственности. Но я думаю, никто соврать не даст, если изучили совместный пленум, спасибо Вячеславу Федоровичу Якулю, царство ему небесное, с большой вклад он внес в вруетражную систему, которые приняли логический пленум 12-12, которые в общих чертах разъяснили, к примеру, нашу компетенцию. Но при этом проблема оставалась, многочисленное было количество дел, я еще помню его применение АПК, да и АПК 1995 года, когда высшие судебные инстанции прекращали производство по делу и говорили о том, что дело не подведено с арбитражным судом. И аналогичным образом работала статья об отказе принятия искового заявления. Вот что происходит с этой компетентностью. Действительно очень много вопросов, еще раз говорю, я очень правильно об этом отметил, но я думаю, на сегодня спал градус этой проблемы, потому что, на мой взгляд, после того момента с 14-го года, когда арбитражные судьи стали подчиняться Верховному суду, ряд норм, в частности 451-й закон, в принципе, раскрыл эту проблему следующим образом. Проблема связана с применением принципа правового пуризма. То есть, с одной стороны, если суд рассмотрел, государственный суд, дело соответствующее, были приняты определенные доказательства, разрешены, установлены обстоятельства, стороны не возражали относительной компетенции, это сегодня не является основанием для отмены. Поэтому, насколько критично рассмотрение вопроса тем или иным судом, я думаю, еще раз повторяюсь, наверное, надо рассматривать это все через определенную призму, правового пуризма. Нет проблем с точки зрения решения по сути, по правильности, по объективности, наверное, и касаться по его отмене нет необходимости. Много, конечно, вопросов, связанных с корпоративным законодательством было, и это самый болезненный спор. Владимир Владимирович тоже правильно отметил, что действительно получается некая двойная природа. Директор какого-то корпоративного сообщества может быть назначен приказом, и в то же время перед этим приказом принимается решение общего собрания, которое делегирует ему право единоличного органа управления. Возникает вопрос. При решении вопроса относительно увольнения этого работника, прежде всего, или снять его с должности единоличного органа управления, какой суд должен разрешать вопрос. Понятно, что в основу трудовых отношений положено само решение избрания учредителем как органа единоличного органа управления, и в то же время это следует в качестве увольнения. Но уже практика здесь выработана, я думаю, проблем не существует. Просто надо внимательно обратить ситуацию относительно тех судебных доктрин, которые на сегодня существуют. Другой момент. Возникает относительно правильной квалификации корпоративных отношений. Общая норма, она определена в законе, это связано с участием в хозяйственных обществах. Другое дело, что суды сегодня заблуждаются в моменте всё-таки понятия участия в корпоративном обществе. Сам факт неисполнения контрагентом по сделке, который приобретал долю, это не есть участие в акционерном или в обществе с ограниченной ответственностью. Тем самым, соответственно, это рассматривается до общей юрисдикции. А вот любые иные иски о признании, о признании правоотношения, есть такое понятие иска, к сожалению, у нас много правоприменителей забывают о существовании этих правоотношений, признание договора недействительным, это всё иски о признании, право. Надо рассматривать с точки зрения того, касается ли этот иск установления новой категории участников этого общества, либо прекращает ли полномочия одного участника по отношению к обществу. В этом случае, наверное, всё-таки спор корпоративный, поэтому, я думаю, сама процессуальная идеология здесь выстроена, проблем нет. Ещё раз говорю, на сегодня все вопросы относительно компетенции и взаимосвязанности дел, они закрываются, ещё раз говорю, принципом правопуризма. Другой момент очень интересен относительно взаимодействия судов при передаче дел в случае, когда одна из юрисдикций устанавливает о некомпетентности этого дела себе и передают дело, соответственно, в субъект суда общей юрисдикции, либо в арбитражный суд. Хочу привести очень интересный пример, который буквально недавно рассматривался нашим судом. Когда предприниматели, мы прекрасно знаем, будучи единым субъектом, но выступая, извините, в двух ипостасях, начинают заключать договоры различного характера, администрация обращается с иском о сносе самовольной постройки, пишет он предприниматель, принимает арбитражный суд. А в то же время предприниматель, реализуя своё право, основанное земельным законодательством, просит предоставить под этой самовольной постройкой земельный участок и подаёт в суд общую юрисдикцию. Представляете, что произошло? Каждый из судей посмотрел о его статусе, о его участии в данном материальном правоотношении, арбитражный суд передал дело, соответственно, это в суд общей юрисдикции, а суд общей юрисдикции, не посмотрев взаимосвязанность, дел передал в арбитражный суд. То есть практически произошло перекрещивание этих дел, что является определённым моментом, так сказать, который имеет место быть. Фактически здесь необходимо, конечно, эти ситуации учитывать и как-то законодательно регулировать. Понятно, что есть принципы, связанные с доктриной приостановления, что то дело, которое устанавливают первичные обстоятельства, подлежит приостановлению. Но сам факт того, что пошло перекрещение дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами относительно предпринимательского статуса, такой пример я вам привёл, действительно оно попало в предмет кассационного производства. Много можно рассказывать об этой ситуации, но я бы как практик всё-таки хотел коснуться вопросов и подвести итог к концу своего выступления относительно всё-таки идём или к тенденции унификации. Ну, первый момент, конечно, касаясь Института представительства. Вы прекрасно видите, что происходит. Давно уже Конституционный суд высказывал и неоднократно бил по статье 59-й процессуальный кодекс, арбитражно-процессуальный, который говорил о том, что... Ну, я уже высказал в рамках уголовного процессуального законодательства о принципе представительства вообще в процессе, да, и поэтому, когда ВПК забивали с положения относительно участия обратилённых ограниченных лиц, наверное, это уже наступили на те же грабли. Другой момент, который мне очень интересен для того, чтобы я вам его раскрыл, это, конечно, те идеи, связанные с унификацией при выполнении задач, связанных с выработкой наиболее удачных, так сказать, позиций. Надо понимать, насколько эта унификация сегодня сработает в положительном плане. Ведь Конституционный суд неоднократно говорил, что, в принципе, действительно, основные начала, основные принципы процессуального законодательства должны быть едины, должны быть незыблемы, вне зависимости от сути процесса. Но вместе с тем надо понимать, насколько мы можем унифицировать ту специфику экономического судопроизводства, которое содержит ряд особенностей. Я уже не хочу уважаемых коллег вообще, извините за выражение, затаскивать процедуру рассмотрения дела о банкротстве, да, когда один арбитражный судья рассматривает, по сути, по всем отраслевым законодательствам, по включению в реестр, начиная налоговое, таможенное, гражданское законодательство, да, при этом прекрасно понимая, что основная часть процессуального законодательства, она забита судебными доктринами, где изменяется презумпция опровержения, доказывание по поводу апеллированных лиц, которые включаются в реестр, да, и совсем изменены процессуальные сроки обжалования, где судебный акт считается вступившим в законную силу и с момента принятия результивной части, то есть все ломается, по сути, да, да я, наверное, не раскрою секрет, если скажу, что в 2002 году, когда принимался закон о банкротстве, по-моему, он пошел в разрез, как минимум насчитал 12-ти федеральным законом, ГК, налоговому, бюджетному, земельному и так далее, и так далее. Но в итоге к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что центральным нормативным актом оказался закон о банкротстве, а все остальное приводили в соответствие. Для того, чтобы правила игры в рамках дела о банкротстве были иные, имеют определенную специфику. Можно ли здесь по этому блоку процессуальным унифицировать в едином процессуальном кодексе, для меня большой вопрос. Но вместе с тем, тех комплекс процессуальных норм, которые содержатся в законе о банкротстве, желательно бы выделить для прозрачности понимание, потому что, когда люди попадают и проводятся дела о банкротстве, они понимают, в принципе, ни сути процесса, ни сроки рассмотрения, ни сроки обжалования, да, и принятия судебных актов. Поэтому здесь этот момент, он имеет место быть и необходимо учитывать. Отрадно отметить, конечно, что мы, извините за вульгарность, проспали в свое время, когда, принимая АПК 92-го года, 95-го, да и 2002-го года, особый важный институт упрощенного приказного производства. Прекрасно понимаю, что в рамках Гражданского процессуального кодекса имелись наработанные блоки данной процедуры рассмотрения, которые приводили к оперативности, в принципе, не понижали оперативность, эффективность рассмотрения, но снижали нагрузку на судейский корпус, да, в том числе экономию с точки зрения судебных издержек и много-много другое. Я вот только на сегодня взял статд данные, сегодня в нашем институтном суде, вы посмотрите, как активно рассмотрят режим упрощенного приказного производства в судах. Вот только в Волгограде в 2019 году из всех рассмотренных дел, а их было 44 тысячи, 61 тысяча рассмотрены в упрощенном производстве. В Татарстане 35% рассмотрены в производстве, также в приказном производстве до 18-20%. То есть представьте, если бы это всё оперативно вводилось с того момента, когда вводилось как минимум хотя бы АПК в 2002 году, данные институты позволили полностью разрушить арбитражные суды, поскольку на сегодня первая инстанция рассматривает до 120 дел, и если часть упрощенного производства бы рассмотрели, или рассматривали хотя бы с ЭПК 1995 года, опробировали, наверное, было бы очень интересно. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что хотя сама процедура упрощенного приказного производства даёт положительные результаты с точки зрения разгрузки судей и экономии процесса, мы видим, что при изучении тех пленумов, которые сегодня разъясняют применение, в том числе и ГПК, и АПК, в рамках приказного упрощённого производства, во многом не сходимся, так сказать, с теми принципами, которые по данной категории производства заложены в ГПК. Очень много различных идей с точки зрения того, каким образом формируется матировочная часть. ГПК содержит одни принципы, а АПК другие. Несмотря на то, что мы думали, что пленум разъяснить и как максимум будет сварить данные процедуры кунификации арбитражного процесса ГПК, мы увидели, что на сегодня идёт разнополярность с точки зрения порядка обжалований в судебных актах, принимаемых в упрощённом производстве в рамках ГПК и АПК. Мы видим разные компетенции апелляционно-кассационных судов в парадной категории, поэтому не знаю, насколько мы на сегодня можем говорить об унификации, при этом я не вижу никаких различий в рамках этой процедуры, но, думаю, необходимо всё-таки идти к тенденции унификации, для того, чтобы хоть когда-то мы пришли к Единому процессуальному кодексу. Здесь же хотелось бы не отметить и вопросы, связанные с нормоконтролем. Вы прекрасно знаете, что в 2014 году, когда упразднялся высший арбитражный суд, сразу в арбитражный процессуальный кодекс были внесены изменения, которые полностью исключили из компетенции арбитражного суда право на рассмотрение о спаривании нормативно-правых актов, признание их недействующими. Эта компетенция была передана в рамках ГПК суду общей резиденции. Но вместе с тем необходимо забывать, что при унификации процесса необходимо понимать, что арбитражные суды в силу своей дискреции не исключают их обязанности, и об этом указывал Конституционный суд, вне зависимости от доводов сторон, вне зависимости от факта проверки данного нормативного акта, который регулирует спорные отношения в суде общей резиденции, проверять и давать ему законность. Мы прекрасно знаем, что большая категория споров, связанная сегодня с взысканием арендных платежей за использование публичного имущества. Это земельные отношения, как правило, где регулируемая плата является государство регулируемым. Но, к сожалению, очень хромает нормотворчество со стороны субъектов, которое определяет различные коэффициенты в области взыскания арендной платы. И пассивная позиция наших участников процесса не позволяет им пойти сегодня почему-то в суды общей резиденции для того, чтобы спорить нормативный акт, определяющий регулируемую плату. При этом считаем, что в этом случае арбитражный суд обязан рассмотреть вопрос о его законности в рамках дела взыскания арендной платы. Сегодня очень интересная позиция по нормоконтролю и следующего характера. Не знаю, для меня немножко странновато, но такая позиция выработана, принятие нормативного акта, признание его недействующим, как правило, дает возможность в рамках экстраординарной процедуры пересмотреть любое судебное решение, в рамках которого нормативный акт применялся. Но сегодня тенденция Верховного суда такова, что если вы не были участником в рамках административного судопроизводства и этот нормативный акт не оспаривали, вы не имеете права пересматривать тот судебный акт, который был положен в процедуру вашего рассмотрения. Ну и многое другое. Я в конце хотел бы просто отметить очень интересный момент относительно частных определений. Я об этом со всех трибун говорю, очень интересная ситуация. Мы прекрасно знаем, что частное определение, как мера реагирования, направленная на профилактику нарушения в области, в том числе экономического оборота, направлено, дает суду определенный рычаг. Мы знаем, что институт частных определений действовал при АПК 92-го года, 95-го года, но почему-то был исключен при принятии АПК 2002-го года. Но после того, как опять же реанимировали и включили наш АПК данный институт, мы увидели различность правовых подходов, который для меня очень странен. Если сегодня вы изучите постановление пленума о применении ГПК в рамках апелляционного производства, вы увидите, что сегодня апелляционные суды при рассмотрении дела в рамках ГПК имеют право вынести частные определения и в отношении судей первой инстанции, который нарушил фундаментальные новом процессе и так далее. Тогда как существующий сегодня 46-й пленум о рассмотрении дела в первой инстанции, 12-й, 13-й пленум апелляции в Кассации не предполагает аналогичного института для того, чтобы суды апелляции и Кассации могли выносить частные определения. Поэтому мы сегодня не понимаем, в чем расхождение при едином, так сказать, механизме применения, при тех конституционных принципах, которые закладываются в частные определения, почему по-разному разъяснены толкования вот этих норм, нам тоже, к сожалению, неясны. В заключении хотелось бы сказать, что мы в перспективе в целях унификации видим и другие проблемы, связанные в области экзекватуры, считаем, что необходимо раскрыть более полно вопросы трансграничной приюдиции и много-много другого. Но также в заключении хотелось бы сказать, что на современном этапе унификация процессуальной законодательности осуществляется посредством использования заимствительных институтов, по сути, ранее существующих ВПК, что дает положительный результат. Но при работе с унификацией норм необходимо в рамках любого процессуального института всегда учитывать специфику судопроизводства и субъектный состав. Я думаю, законодатель учтет все наработки, которые сегодня существуют в арбитражной системе, то есть в суде общей резиденции. Все-таки когда-то будет удовлетворена просьба Ислана Вячеславовича, когда кодекс будет один на всех. Спасибо, Жанин Калин. Спасибо большое, Виталий Анатольевич. Кому как не вам, наверное, говорить о таком действительно общем процессе унификации, потому что вы не всегда работали в арбитражном суде округа, были и в первой инстанции, работали по всем кодексам арбитражным процессуальным и 92-го года, и 95-го, и 2002-го. Поэтому я лишний раз просто убедился, каким сильным процессуалистом могли бы вы стать, если бы не занимались профессионально гражданским правом. Ну и я вообще хочу сказать, в общем, я не отметил такой момент, у нас в зале находятся реальные правоприметители, наши друзья, добрые коллеги, судьи, и вот Виталий Анатольевич, собственно говоря, он задал тон своим выступлением, а здесь на самом деле надо сказать большое спасибо и тем, кто и будет выступать, и те, кто не будет выступать, наши коллеги-суди, это и Михаил Борисович Величко здесь у нас, и Павел Алексеевич Якушев, и Светлана Константина Загайнова, и Татьяна Владимировна Волкова, и Алексей Анатольевич Горябин здесь присутствует, и здесь Антон Юрьевич Тинькаев присутствует, да, это наши коллеги. У нас большинство, да? Да, у вас кто-то... У нас большинство, вы смотрите, что-то тут на суды наговорили, у нас большинство. Ну и, конечно же, Валерий Геннадьевич Голубцов, да, поэтому вот применение, реальное применение гражданского права, да, кому как не вам видеть все достоинства, недостатки тех или иных ситуаций. Вот, ну, если двигаться по программе, у нас вот Сергей Михайлович Михайлов сегодня выступал с презентацией специального выпуска, мы вот здесь с ним поговорили, Сергей Михайлович, мы решили перенести его доклад на завтра, вот, но в то же время Сергей Михайлович хотел несколько слов сказать сейчас. Пожалуйста. Спасибо, Дамир Хамитович. Действительно, выступление состоится завтра и при любой погоде, как говорится, но для того, чтобы у меня сегодня не было много и в целях процессуальной экономии, да, руководствуясь принципами гуманизма в отношении принимающей стороны, я хотел бы выполнить ту миссию важную, которую поручила мне кафедра. Мы с пустыми руками не приехали, поэтому, Дамир Хамитович, хотим вручить нашу юбилейную книгу. В прошлом году университет отметил 90 лет. Цифровые технологии в гражданском и административном судопроизводстве тема, которая всех волнует, коллективная монография и редактор ответственный присутствует здесь Елена Геннадьевна Стрельцова, Мария Витимовна, как один из соавторов. Тоже проблема унификации цивилистического процессуального законодательства была кафедрой подготовлена коллективная монография. Мы вам её с удовольствием вручаем. А с административным судопроизводством мы решили двигаться не с начала, а с конца. То есть первая в серии учебников по административному судопроизводству – это пересмотр судебных актов по административным делам и исполнительное производство. Будем надеяться на выход следующих томов этого учебного пособия для студентов. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Спасибо. То есть вы понимаете, этот тяжкий груз из-за на поле совести было бы тяжело. Спасибо, Сергей Михайлович. Я так понимаю, даже если не быть трём кодексом, то административному судопроизводству как предмету всё-таки нужно реализовываться. Спасибо. Наиля Равильна Сафаева у нас ежегодно принимает участие в наших заседаниях симпозиума, и в прошлом году она выступала замечательным докладом. Но вот заболела сегодня же, вот позвонила, температура очень высокая, поэтому Наиля Равильна хотим пожелать скорейшего выздоровления. Но в связи с тем, что, собственно говоря, вот эта тенденция должна быть реализована и продолжена мысли, мы попросили сегодня Татьяну Владимировну Волкову выступить. Это также наш коллега, кандидат юридических наук, судья 12-го арбитражного апелляционного суда, город Саратов. Спасибо большое, Дамир Хамитович. Добрый уже день и вечер и утро мы сегодня провели с уважаемыми коллегами. Если можно мне помочь включить презентацию, если такое возможно. И мне хотелось сказать в продолжении той и дискуссии, и основных тезисов, предложенных к обсуждению нашими процессуалистами-цивилистами, мы действительно сегодня говорили и об унификации цивилистических начал в арбитражном и гражданском процессе. Замечательный акцент Принеслава Вячеславовича на то, что право без процесса неинтересно, и процесс праву нужен, и гражданскому, оказывается, праву наш процесс нужен. Виталий Анатольевич сказал о том, что есть богатый опыт унификации тех процессуальных норм, которые имеются в арбитражном судопроизводстве. И, конечно, мы готовы делиться, заимствовать, но сейчас сразу же заниматься тем, чтобы унифицировать и что-то написать в одном документе. Попытки, мы знаем, такие были предприняты, но есть положительная динамика, когда всё-таки есть отдельные постановления пленумов, они фундаментально работают, либо разъяснения, которые помогают нам вести процессуальную деятельность по осуществлению правосудия. У меня как раз сфера моих научных и практических интересов лежит в плоскости системы защиты прав на землю и иных природных ресурсов, точнее, конечно, в области защиты прав участников и законных интересов управления земельными ресурсами. Длительное время мы с научной школой Казанского федерального университета и юридического факультета ведём нашу совместную консолидированную работу, и это напрямую у нас указывает на то, что вопрос, поставленный в паспорте научной специальности о том, что право должно быть с процессом соединено, то есть материальные отношения с процессуальными, как раз отразилось и в том, что оказывается предложенная нами тематика. И благодарю за научное консультирование Завдавца Рахмановича, Дамир Хамитовича и всех коллег Казанского университета, то, что мы идём в ногу с научным временем, как показал ВАГ. То есть, когда мы говорили о чистоте научной специальности, то теперь мы понимаем, что паспорт 5.1.3 позволяет нам смотреть и на право, и на процесс в одном звене и предлагать различные варианты. Следующий слайд, пожалуйста. Мы знаем, что концептуальные основы защиты прав и вообще в принципе развитие частной собственности мы получили с принятием Конституции, когда наши с вами природные ресурсы и земля вошли в оборот и стали рассматриваться как одна из прерогатив развития рынка земли. Отсюда у нас идёт современная эволюция Института защиты прав, и она, конечно, развивается в градостроительном кодексе, в специальном земельном кодексе, в законе об охране окружающей среды, ну и, конечно, в наших процессуальных кодексах. И много говорилось об определении понятия земельного экологического спора, писалось диссертации, много актов так или иначе затрагивают сферу защиты прав на природные ресурсы, но концепция единой защиты, именно соединяющая материально-процессуальные отношения, до сих пор у нас нет ни в одном из кодексов. И разрозненность приводит к тому, что земельные споры составляют одну из сложнейших категорий, как в судах общей резиденции, коллеги здесь присутствующие, думаю, поддержат и арбитражная система, понимает, когда земельный спор идёт с плоскости и признание ненормативного нормативного акта действительным-недействительным в порядке определённых процессуальных норм, ну и когда рассматривается классическое исковое производство и защищаются интересы в сфере неисполнения гражданских обязательств, вытекающие напрямую из отношений по управлению земельными и природными ресурсами. Следующий слайд. Ну, здесь хотелось, когда присутствуешь в этом зале, вспомнить, что мы собирались и в других красивых залах, но он стал уже родным домом, и научно-практическая консолидация сил и средств юридических школ нашей всей страны позволяет нам с каждым годом расширять диалоговое окно между учёными, практиками, юристами. И также мы видим в зале молодых исследователей, что очень всегда радует. И мы работаем над модернизацией юридической науки образования, развитием законодательства в различных отраслях права, в том числе эволюции, защиты прав на землю и природные ресурсы. Вот я вижу, дискуссия развивается у Дамир Хамича с Витальем Анатольевичем. Я могу сказать, что у Виталина Анатольевича много работ по данному направлению, по недвижимости, по защите прав на землю. Постоянно обращаюсь, когда готовлю какую-то статью и понимаю, насколько мы, правоприменители, здесь видим о том, что рассмотрение земельных и экологических споров и споров, когда речь идёт о взыскании экологического вреда, лежат далеко не в плоскости только одного гражданского правового регулирования. Следующий слайд. Видим тоже знакомую фотографию. Мне захотелось презентацию украсить теми моментами, которые указывают на наше научное единение и общение. И, конечно, в защите прав на землю и иные природные ресурсы мы используем межотраслевой метод правового регулирования. Меня долго ругали, когда я впервые начинала писать в своей диссертации об этом. Но сейчас уже смело мы говорим о том, что именно межотраслевой метод правового регулирования с учётом рассмотрения сферы материальных и портуальных отношений в сфере оборота земли становится тем методом, который позволяет нам рассмотреть сферу защиты интересов и прав участников управления земельными ресурсами и выработать концептуальные и теоретические положения с помощью изучения научных исследований. Следующий слайд. Здесь хотелось бы обратиться к важным цитатам, постулатам, которые выработаны в работах наших коллег. И вот Дамир Хамитович указал на то, что принцип соблюдения основополагающих прав при использовании цифровых инструментов в процессуальных отношениях открывает нам новые возможности в реализации конституционного права в сфере права на судебную защиту и в силу прозрачности и доступности. Но, конечно, это применимо и в сфере защиты прав на природные ресурсы, и вот тут мы говорим, в чем унификация может произойти. Мэтр вернулся в зал, мне становится еще волнительнее, но интереснее продолжать выступление. Поэтому на этой фотографии мы видим, они вместе с Владимиром Владимировичем создали вот тот фундамент процессуальной школы, который, конечно, с удовольствием мы используем, изучаем. И рекомендую всем ученым, конечно, обращаться к работам друг друга, чтобы не только развивать то, что мы здесь делаем и занимаемся каждый год на симпозиуме, но и чтобы наши молодые исследователи, которые сегодня присутствуют, знали и учились на работах наших и наших учителей. Следующий слайд. Ну, конечно, она сегодня находится в соседней сессии. Наш теоретик, декан и хозяйка факультета, который радушно принимает нас ежегодно Лилия Талгатна Бакулина. У нее есть замечательная работа, которая посвящена именно правым средствам. И под правыми средствами она указывает, что необходимо понимать установление, так и соответствующие деяния, которые раскрываются в дефиниции договорно-регулятивных средств. То есть теоретики, конечно, задают нам тон и в договорном праве и в гражданском праве, следовать определенным фундаментам общей концепции теории права, в том числе в сфере защиты прав и законных интересов. Следующий слайд. Ну и, конечно, мы не можем не поблагодарить Большую научную школу Завдаса Рахмановича Сафина, которой как раз, посмотрите в его цитате, были долгие споры между учеными в области природоресурсных отношений и цивилистами, как всё-таки земля будет входить в цивилистический блок. И он уже тогда говорил, что признание земли и земельного участка объекта недвижимости, объектами вечного права не влияет в целом на сущную ценность содержания земельного права, а также характер самих земельных отношений. То есть уже тогда стоял вопрос, чтобы не делить, куда же земля войдёт, в цивилистическое право или останется только в земельном праве, а в общей конструкции выработать того, чтобы и рынок природных ресурсов работал, и надлежащее управление в нём осуществлялось. И рынок, соответственно, с точки зрения экологизации, если мы говорим об изъятных земельных участках, либо ограниченных оборотах, тоже развивался с помощью конструкции земельного экологического права. Следующий слайд. Я не буду задерживать внимание уважаемой аудитории. Проанализировать сферу межотраслевого способа применения правоурегулирования в сфере защиты прав, конечно, можно на примере судебной практики конкретных дел, которые находятся в производстве и уже прошли кассацию арбитражного суда Павловского округа, на территории которого мы находимся. И здесь как раз речь идёт о том, когда общество обращается в суд к государственному учреждению с иском об изъятии для государственных нужд земельных участков, принадлежащих на праве постоянно бессрочного пользования, с целью того, что строятся нефтяные скважины и осуществляется добыча природных ресурсов, углеводородного сырья. И здесь речь идёт о том, когда исковое производство рассматривает данную сферу правоотношений, оно с предъциальными возможностями применяет то, что был данный приказ вынесенный, обжалован через систему специального административного производства, прошёл апелляцию и кассацию. 15-й арбитражный апелляционный суд подробно расписал, как этот приказ является основополагающим и указывает на то, что сфера защиты здесь идёт не только частного, но и публичного права, в том числе государства, на обеспечение стратегических задач по добыче скважин. И поэтому Институт изъятия земельных участков для государственных муниципальных нужд через систему искового производства как раз получил возможность развиваться и достигать, так скажем, защиту нарушенного интереса. Я не буду далее продолжать. У меня представлены и иные примеры, как мы рассматриваем этот институт с позиции различных примеров правоприменительной практики. Скажу, что Институт защиты прав на землю и на природные ресурсы, и сегодня было сказано, очень интересный посыл, и мы обсуждали его с Антоном Юрьевичем, с нашими коллегами судьями, насколько для нас важно, когда процессуалисты говорят о том, что не только судебный способ защиты нужно развивать в конкретных спорах, в том числе в земельных. Мы здесь с удовольствием видим развитие способа нерезикционного. То есть хотим, чтобы развивался, как на примере по спариванию кадастровой стоимости. Виталий Анатольевич помнит, как мы брали на себя удар в 2008-2009 году, рассматривали эти споры, пока они не ушли с нашей юрисдикцией, и суд самостоятельно назначал экспертизы, проводил всё то, что должны сделать участники в досудебном урегулировании во внесудебном. И когда мы получили постановление Верховного суда в 2015-м году, мы вздохнули, то есть с 2007-го до 2015-го года мы несли эту нагрузку по спариванию кадастровой стоимости. И какой положительный опыт, когда всё-таки органы управления земельными ресурсами у нас будут работать до суда, свою функцию осуществлять надлежащим образом, если уже участники не достигли между собой каких-то консенсусов, только тогда они придутся с конкретными уже действиями или заключениями в суд. Поэтому здесь развитие внесудебного способа и досудебного регулирования в сфере земельных и экологических отношений мы видим самым перспективным. Искренне благодарю за внимание. Всем желаю здоровья, мирного неба, творческого вдохновения и, конечно, чтобы наш симпозиум и Казанский, и Второй, и Третий, и Пятый, и Десятый форум собирал нас здесь, чтобы мы в рамках диалогового окна говорили на одном языке, спорили, но всегда приходили к единому мнению, любви к науке и практике. Благодарю вас за внимание. Спасибо огромное Татьяну Владимировну. Вот такую достаточно сложную тему, связанную с Землей. Земля — это вообще очень ответственно. Единственный ресурс невозобновляемый, который кончится когда-нибудь на планете. Вы так в картинках инновационно, понятно нам презентовали. Спасибо. Спасибо вам, Дамир Хамитович, за предоставленную возможность раскрыть себя на вашем симпозиуме на двух научных специальностях. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас на сегодня научная часть программы исчерпана, ибо бороться с банкетным правом бессмысленно и бесполезно. Да, и вот мы, да, вот, Бронислав Мячеславович, ни я не увидел, ни Кирилл Иванович не увидел. Да, у нас действительно есть вот такой наш коллега, он выступать не будет, но он заявился. У нас в программе действительно есть Юрий Михайлович Лукин. Надо ему сказать большое спасибо вообще, он нас судебные дебаты реализует в Казани. Вы заимствовали. Да, мы... Я вас не успел. Нет, нет, нет. У него действительно заявленная тема такая, истоки института субсидиарной ответственности в истории русского банкетного права. Вот, но мы с ним сейчас связались, он говорит, речь идет о банкротном праве, на самом деле, да, опечатка, но мы совместно посовещались и решили, Юра, лучше тебе банкетным правом заниматься, да, научно-новизна точно присутствует, вот. И практика. И практика, возможно, да. Уважаемые коллеги, у нас вот рабочая часть первого дня реализована в полном объеме, вот, и я в завершении как бы казанского этапа, у нас еще будет не казанский этап завтра, казанский этап мы завершаем. Я хотел бы большое спасибо сказать всем выступающим и всем участникам, присутствующим здесь, слушателям. Первый день объявляю закрытым официальную часть, открываем неофициальную часть и фотографируем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова